Роскомнадзор потребовал от Google вернуть YouTube-видео Владимира Соловьева в тренды. В ведомстве заметили, что ролики пропагандиста перестали пользоваться популярностью и предположили, что YouTube намеренно ограничивает распространение материалов популярного российского автора, препятствуя росту его аудитории. Все, не могу дальше этот бред читать. А вообще, знаете, вот это вот говорит только об одном. В Роскомнадзоре вообще не понимают, как устроен интернет и как оно работает, потому что, ну, подобное только идиот может брякнуть. Абсолютно некомпетентный дурак. Все равно, что Минсхельхоз завтра потребует от июля вернуть рекордный урожай пшеницы, как в 2017-м. Вы так меня боитесь? Вам так страшно? Или что? Украинские модераторы, сидящие на зоне, относящиеся к Российской Федерации, YouTube, делают все возможное, чтобы Навальный и прочая либеростня выполняла политические задачи, якобы не на политическом YouTube. Но я, тем не менее, поясню и так, что такое тренд у YouTube. А это своеобразные призовые места, их всего 50, и ролик того или иного автора, коих тысячи, попадает на одну из призовых строчек, если пользователи проявляют большую активность в отношении видео. Ролик мало просто посмотреть, под ним люди должны оставлять комментарии, чем больше, тем лучше. Ролик должны лайкать, репостить, ну и так далее. Иными словами, повышенная активность зрителя, а значит и повышенный интерес, помогает контенту оказаться в топах, и только это влияет на попадание ролика туда. Там невозможно оказаться просто потому, что ты Владимир Соловьев, как на спортивных состязаниях. На какой-нибудь Олимпиаде хочешь медаль, участвуй. Победишь, получишь. Но Соловьев с Роскомнадзором почему-то решили, что мудозвону не обязательно участвовать в Олимпиадах, я мудозвон, а посему мне уже положено. Нет, это вам не Тэйфи, месье пропагандист, которая вручают за лучшее лизание или просто корешам. Тут призы и подарки в условиях более-менее честной конкуренции дают, хотя откуда этому гражданину знать о конкуренции? Начинаем! А в Госдуму тем временем внесли законопроект о контроле над кабельным телевидением. Автором идеи выступил депутат от «Единой России» Хинштейн. Сам проект закона подразумевает доступ к средствам связи, любых операторов, осуществляющих вещание, и установку специализированного оборудования на их технику, что позволит блокировать те или иные телеканалы без суда и следствия. Слушайте, как достали эти больные ублюдки? У них на самом деле уже фобия настоящая, они боятся, что в эфир попадет хоть сколько-то правды. Сперва, значит, они придумали цифровое ТВ, оставив два федеральных мультиплекса с лояльными популязаторами, по сути, зачистили федеральное эфирное пространство. Огромное количество СМИ, главным образом региональные, просто остались без вещания. Хорошо выкрутились телевизионщики на местах, начали распространять сигнал через кабельные сети. Теперь упыри до кабельных сетей добрались. Ну, тут, наверное, нужно пояснение, да? Чего, уроды, к местным-то вещателям прицепились? Пожалуйста. Смертельную инъекцию ввели пациенту в Дальней Константиновской больнице. Причем пациент, скончавшийся через час после укола, просил этот укол не делать. Но врач настоял. Вот это Нижегородский телеканал, кстати, который очень популярен в своем регионе, потому что это единственный телеканал, в эфире которого не врут или вот еще. У любви, как у кольца, нет начала, нет конца. Путин форева. Госдума в преддверии очередных выборов бьет царю челом. А шлоп в дребезге. Здравствуйте. Это Картина Маслом и я Мария Лондон. Эту женщину вы тоже хорошо знаете. Мария Лондон настоящий честный журналист из Новосибирска. А еще она является лицом новосибирского телеканала НТН24. И Лондоны, кстати, собственно, работают в телевизионном пространстве главным образом. Ютуб для них это так. Основной зритель это телезритель. Большое количество людей, которые смотрят ту же Лондон, там ли тех же, кстати, не пользуются соцсетями. Ну там дедушка какой-нибудь. Зато благодаря кабельному телевидению дедушка до сих пор не превратился в ватник. Разве это плохо? Так вот, чего хотят Хинштейн и Единая Россия? А они хотят теперь окончательно зачистить весь эфир, чтобы подобного контента не осталось. И будет, в общем, доступе один Соловьев, ну и какой-нибудь там местный такой же продажный хорек. Вот это они хотят сделать? Знаю. Подавляющее большинство из вас это все-таки уверенные интернет-пользователи. Но вы о других-то людях подумайте. Меня вообще умиляют комментарии из разряда «А я телевизор не смотрю вообще». Вот только если ты его не смотришь, совсем не означает, что и другие тоже не смотрят. Подробности дальше, это реальная журналистика. Поехали! А вот теперь я вам хочу показать первые результаты ядросовских экспериментов, к чему уже привела зачистка информационного поля. Продемонстрирую один видеоролик. К слову, там и молодые ребята будут. Это для тех, кто думает, мол, на молодежь они уже никак не повлияют своими телегурилками. Молодежь давно в ныте. Правда? Город Ростов, внимание! Трампа переизбрали. И как это отразится на России? Да лишь бы нам жить не мешали. А мешают? Да я думаю, что да, везде лезут. А что делают? Со всех сторон к нашей границе. К нашей границе лезут? Конечно, видно же, войска везде поставили. Да, думаю, лучше не станет. Это явно. Потому что Байден, он еще агрессивнее настроен против нас. И, ну, думаю, будут усилены эти, как санкции всякие. А как вы считаете, а если бы в России сменился президент, что произошло? Намного большие изменения бы произошли. И во власти, и в нижних частях, так скажем, районов. Лучшую или худшую сторону, на ваш взгляд? Скорее всего, худшую. А чем мы отличаемся от Америки? Почему там не меняется ничего? Ну, у нас, так скажем, сейчас патриархат в стране. Есть один, так скажем, управленец, который держит власть полностью во всех регионах под своим крылом. А если, как говорится, выпадет основное звено из цепи, будет нарушение по остальным всем звеням. Вот откуда у людей это в головах? У нас патриархат к стране, НАТО стягивает к нашим границам войска. И они даже это видели. О том, что без великого кормчего все рухнет к ядрине фени, что санкции Байден против них лично выводить собирается. Откуда? Правильно, это жертвы зомбоящика. У них уже на подкорке данная чушь записана. Они прям словами из геббельсовской методички шпарят. И мы еще только в самом начале пути, пока повторюсь. У людей есть возможность, переключая каналы в кабели, наткнуться на Марию Лондон или на Евгения Анисимова. А Хинштейн хочет это дело запретить. И тогда вот таких красавцев, особенно в маленьких городках, на периферии, мы будем иметь гораздо больше. Эта власть сегодня и так-то удерживается только благодаря периферии. Вы можете сколько угодно, сидя в Москве, в Питере, в Екатеринбурге, бойкотировать выборы. Они каждый раз идут и голосуют за режим. И за это на них нельзя обижаться. Во-первых, в маленьких городках тупо заняться нечем. А день голосования, хоть какая-то движуха. Я жил в одном таком целый год. Я знаю, о чем говорю. Во-вторых, вы будете смеяться, но к телевизору людей сажает беспросветная нищета. Для бедноты ящики единственный источник развлечения. И там, в Единой России, об этом знают. Все, что ребятишкам стоит продолжать делать, удерживать народ в мусорной яме под названием безденежье, попутно задевая с экранов головы всякой чушь. Они 20 лет шли этим путем. Но вот, чтобы не быть голословным, внимание, давайте вспомним, как все начиналось. Самые первые шаги нынешнего царя какими были? Сегодня в течение всего дня мы говорим о событиях вокруг НТВ. Сегодня телекомпания ТВ-2 изменила программу вещания. Мы выходили в эфир только с выпусками новостей. Нам хотели, чтобы томичи ощутили, что происходящее в Москве касается не только журналистов НТВ. Не только журналистов вообще, но и всех людей в целом. Именно. Владимир Путин и его окружение в первую очередь прибрали к рукам Останкинскую иглу. Они уже тогда понимали, что самое мощное оружие массового поражения – это информация. Кто владеет информацией, тот владеет и миром. Недаром, ведь так говорят, сперва Путин уничтожил независимое НТВ. Затем независимое ТВ-6. После похоронил ТВС, который даже поработать толком не успел. Дав понять всем смешникам, демократия закончилась. В 2007 окончательно расправились с последним непропагандистским каналом РЕН-ТВ, который с уходом Лесневских превратился в помойку. Параллельно то же самое происходило в регионах. Вспомните, какое количество телеканалов в нулевые вещало в вашем городе. Сколько газет выходило, а сколько осталось сегодня. Да господи, они даже в ГРУ в Крыму что сделали первым делом? Когда-то МОСТа стоял вопрос с питьевой водой. К этому действительно была проблема, как добраться до полуострова, минуя Украину. Самым первым делом режим там, государственный телеканал открыл. В Крыму дан старт новому цифровому вещанию. В эфире появились сразу три пакета российских телеканалов, федеральных и региональных. Переход включает в себя не только установку и настройку оборудования, но и обучение специалистов. Крымчане довольны. Теперь они могут смотреть российские каналы без спутниковых антенн. И даже несмотря на то, что интернет давным-давно наступает на пятки телевизору, ящик по-прежнему остается главным источником получения информации людьми. Не поверите, но многие просто даже не знают, что в интернете есть такие площадки, как YouTube. Нет, о YouTube-е-то, конечно, люди знают, но воспринимается эта площадка большинством все еще как платформа с приколами и котиками. Да что далеко ходить? Мои мама и сестра, пожалуйста, компьютер, подключенный к сети, у них дома стоял годы с 2007-го, наверное. Но они, кроме как в одноклассники с помощью этого компьютера, никуда не ходили. От меня пару лет назад узнали, что всемирная сеть это больше, чем одноклассники. Сегодня моя мама телевизор не включает вообще. Блогеров знает больше, чем я. Человек на 30 подписано. Люди, которые по-прежнему пребывают в неведении, как она когда-то в вакууме находятся. Меня недавно таксист подвозил в Екатеринбурге, в Екатеринбурге, в огромном городе. Человек от меня узнал, что Хабаровск уже полгода протестует, потому что в традиционных СМИ телевизор, радио об этом не говорят. Господа, они нас уничтожают, по сути превращая в животных. А мы молчим и ждем, мол, когда-то что-то все равно изменится. Да не изменится, пока мы сами не захотим перемен и что-то для этого не предпримем. Все. Это была «Реальная журналистика». Подписывайтесь на наш второй канал, очень нам этим поможете. Мы пытаемся прорвать информационную блокаду, противостоять цензуре, которая сегодня стала нормой на Ютьюбе. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Поднимем, обсудим, а я за сим. Спешу откланяться, пока. Пока.